Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции Динамика популяции Гомеостаз популяции А план нашей лекции следующий Пространственная структура популяции Этологическая структура популяции Одиночный образ жизни Семейный образ жизни Колонии, стаи, стада Динамика популяции Гомеостаз популяции Так, ну нужно, я думаю, повторить то, что мы проходили на предыдущей лекции Тем более, наша сегодняшняя лекция – это продолжение прошлой Мы продолжаем проходить дем-экологию Или популяционную экологию И как раз нужно дать определение популяции Да, наверное, это нужно вспомнить нашим телезрителям, потому что это ключевое определение в данной науке Чтобы знать, о чем говорить в дальнейшем Популяция – это группа организмов, принадлежащих к одному виду И занимающих в основном ограниченную географическую область Также мы дали характеристику популяции Мы с вами говорили о том, что популяция характеризуется численностью, плотностью, рождаемостью, смертностью, приростом популяции и темпом роста То есть это являются основные характеристики популяции Кроме этого, мы также дали начальную структуру популяции Мы с вами говорили о половой структуре популяции, о возрастной структуре популяции Да, и, наверное, нужно напомнить, что существуют возрастающие популяции, убывающие популяции и нормальные Да, или стабильно их называют популяции И как раз анализ возрастного и полового состава популяции Необходимы условия для прогноза численности тех видов, которые мы используем в дикой природе Разводим или с которыми боремся Например, если на лугах ценное кормовое многолетнее растение начинает встречаться только в старом возрасте Тогда, когда оно уже не способно к семенному возобновлению, следует принимать меры для омоложения состава популяции Да, безусловно Ну и сейчас мы коснемся немножко других вещей Ну, когда изучают популяцию, то, наверное, в первую очередь интересуются ростом, поддержанием и уменьшением ее в зависимости от экологических факторов Следует отметить, что популяции взаимосвязаны друг с другом Например, динамика популяции растений оказывает значительное влияние на динамику популяции животных Ну и даже когда мы говорим о демографии, это популяция человека При изучении демографии обязательно учитывают продовольственные ресурсы Основа которых это растения, ну и животные, естественно, тоже входят в продовольственные ресурсы человека И если мы попробуем сравнить вообще популяции растений и животных То, наверное, главное отличие у них будет, как вы думаете, какое, Анна? Что растения не могут ходить То есть они не могут... Они способны к движению? Да Но тут нужно сразу отметить, что они способны к активному движению А вот такие разные так называемые насти или тропизмы То есть, например, когда растения поворачивают свою листовую пластинку относительно света Все-таки какие-то существуют такие вот, как я сказал, неактивные движения Но движение у растений тоже имеется Да, наверное, прежде чем мы перейдем к сравнению популяции растений и животных Хотелось бы сказать, что дать несколько терминов Например, плодовитость для млекопитающих в качестве этого термина применяется рождаемость Измеряется числом потомков от одной женской особи А рождаемость, если мы конкретно касаемся человека Это число потомков, производимых одной самкой за год И вот, например, для человека... То есть на день все времени? Да Для человека рождаемость выражается числом рождений на тысячу человек за один год Также необходимо дать определение размера популяции Потому что многие популяции, они очень сильно отличаются друг с другом по размеру Это количество входящих в популяцию особей Зависящие от стратегии выживаемости организмов и экологических факторов И вообще, в принципе, достаточно сложно определить, какое количество особей входит в популяцию Ну, наверное, это связано с объективными причинами Для крупных животных, например, для слона, это сделать легко Потому что, ну, это сложности не представляет, там количество будет небольшое А представим, для каких-нибудь луговых трав мы начнем высчитывать, сколько входит туда особей Мы просто сойдем с ума и, вероятно, что у нас оценка будет не совсем точная То есть вы говорите об относительности этого показателя, да? Да, безусловно Тут еще нужно учитывать, что, допустим, одно растение дает несколько побегов, да? Да, да И количество побегов зависит от еще, от пространства, которое занимается, занимаемое этим растением Ну, и сам размер популяции определяет ее плотность Ну, что такое плотность? Я думаю, это понятно Это среднее число особей на определенной территории Ну, а если мы непосредственно все-таки перейдем к сравнению популяции растений и животных То мы уже сказали о том, что к активному движению растения не способны Поэтому, когда, например, возникают какие-то неблагоприятные условия То, в принципе, животные могут спокойно уйти А растениям приходится адаптироваться За счет различных механизмов Морфологических, физиологических и так далее Ну, например, устойчивость к тяжелым металлам у растений, соответственно, возникает за счет ряда определенных факторов Которые у нас происходят на биохимическом уровне И на физиологическом, да? Да, безусловно Мы говорили тоже об устойчивости И в тот раз такие растения, как гидрофиты, которые являются наземно-водными И частично погружены в воду Эти растения тоже устойчивы к затоплениям за счет определенных морфологических изменений В частности, за счет образования так называемой оренхемы То есть воздухоносных полостей, по которым идет транспорт кислорода О тех частей растений, которые находятся в аэрируемой среде То есть воздушной среде Тем частям растений, которые погружены непосредственно в водную среду То есть это могут быть различные корневища, либо корни растения Но такие же приспособления, то есть именно воздухоносные полости или оренхема Могут образовываться и у растений, у сельскохозяйственных растений Которые находятся в условиях корневого затопления, так скажем Ввиду обильных осадков Выпавших обильных осадков То есть это приспособление, как правило, у растений Приспособление как раз касается либо биохимического уровня, как вы правильно сказали Либо непосредственно анатомо-морфологического То же самое и по поводу устойчивости к засолению Растения не могут уйти, поэтому, соответственно, им приходится адаптироваться к повышенному засолению Либо они начинают выводить эту соль, как, например, у хрустальной травки И достаточно красиво наблюдать это растение На листьях у которого образуется тонкий слой соли Который затем либо смывается дождем, либо ветер его устряхивает Да, просто такие железистые железки, на которых находится соль За это вносит название хрустальная травка, потому что так блестит Проливаются эти железки на солнце Да, и другие адаптации к засолению И даже наблюдается следующая ситуация Что растения уже, популяция растений, которые адаптировались к данному экологическому фактору Они уже без него, в принципе, и не могут в некоторых случаях даже и жить То есть, например, растения устойчивые к соли Например, галафиты в некоторых случаях без почвы, не содержащей соль Будут расти либо плохо, либо вообще не расти То есть, исходя из этого, мы можем обратить внимание Что для популяции растений все-таки адаптации играют намного, ну, намного более важную роль Чем для животных, за счет того, что эмигрировать им сложно Ну, имеете в виду какие-то анатоморфологические приспособления, приспособления на биохимический уровень? Да, 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 что им приходится вот именно, что эти приспособления для них более важны А вообще, если мы более внимательно посмотрим на популяции растений и животных То мы у них заметим и другие различия Например, границы распространения растений обычно совпадают с границей экосистемы В то время как распространение животных обычно охватывает несколько экосистем Ну, за счет того, что они могут мигрировать То есть, они менее привязаны к границам Передвигаются из одной области в другую И в то же время, если мы посмотрим, для большинства растений, конечно же, все, о чем мы говорим, имеет исключение Так вот, для большинства популяции растений границы особей четко не определены А у многих животных, как вы знаете, они определены четко Ну, например, территориальное поведение А, то есть, ну, это имеется в виду То есть, за счет территориального поведения четко ограничены границы тех или иных Абсолютно верно И если мы можем также обратить внимание, что значительная часть растений имеет неограниченный рост в течение всей жизни Ну, а как вы думаете, животные, мы можем даже наблюдать это на человеке, что обычно рост уже заканчивается В определенное время Да, в определенное время Ну, к репродуктивной зрелости рост заканчивается Неограниченный рост растений еще, в первую очередь, связан с внешними условиями То есть, если, допустим, теплая и влажная погода, как в тропиках, в тропических странах Тогда, собственно говоря, их рост действительно... Они вырастают до огромных размеров Если, соответственно, их рост ограничен различными температурными, ну, какими-нибудь погодными климатом, так скажем Так как более холодный климат, естественно, не дает возможности растения так разрастись Но еще, кроме этого, может ограничено быть влажностью Ну, и когда мы считаем уже плотность непосредственно популяции То еще раз хотелось бы обратить ваше внимание Что изменение плотности растений происходит за счет рождаемости и смертности А у животных за счет рождаемости, смертности и миграции, естественно Да Ну, а вот, допустим, растения какие-нибудь ветропыляемые Или растения, у которых перекрестно опыляемые, чьи, собственно говоря, семена могут разнестись на достаточно большие расстояния То есть, поэтому нельзя сказать Помните, вы говорили о том, что границы популяции растений, они достаточно нечетко очерчены, да? Да Не четко очерчены, но как раз за счет вот этих вот различных ветропыляемых растений И за счет вот перекрестного опыления То есть, на значительное расстояние может разнестись эти семена Да, безусловно Так, значит, ну, я так думаю, что как раз мы сейчас говорим, будем говорить о кривых, да? Да, начнем мы с кривых выживания И дадим определение Кривая первого типа, сильно выпуклая, близка к идеальной кривой Характеризует крайне низкую смертность в течение большей части жизни А затем все особи погибают в короткий период Кривая второго типа характерна для популяции с высокой смертностью в ранний период жизни И, наконец, кривая третьего типа характерна, когда смертность постоянно в течение всей жизни Можно ли это как-то посмотреть на графике? Да, безусловно Существуют все кривые, у нас можно изобразить графически Итак, начнем с кривой первого типа Она носит название кривой дрозофилы Вот перед вами она здесь представлена Ну, в принципе, для дрозофилы мы можем эту кривую построить, например, в лабораторных условиях Когда нет хищников Что мы здесь видим? Значит, мы видим, что в течение большей продолжительности жизни Большая часть особей живет И затем она, затем большая часть особей погибает в очень короткий период То есть такую кривую можно, в принципе, назвать даже идеальной Если мы говорим по поводу человека Ну, может быть, мы это скажем попозже Сначала мы характеризуем все кривые Кривая второго типа У нас мы видим, она практически как прямая Называется типом гидра Здесь у нас смертность постоянно в течение всей жизни И, наконец, кривая третьего типа Здесь мы можем наблюдать, что очень высокая смертность в ранний период жизни И затем примерно смертность незначительно уже в дальнейшем периоде Ну, в качестве примеров Эта кривая носит название типа устрицы И вот в качестве примеров К третьему типу кривых Можно, например, охарактеризовать насекомых Когда выживаемость, например, яиц насекомых Составляет где-то 0,2-0,5% Что крайне незначительно Либо на примере рыб можно посмотреть Где выживаемость не более 1,5-2% от той икры Которая была, соответственно То есть очень незначительно И затем уже, несмотря на то, что, безусловно, гибель есть На дальнейшем этапе развития этих организмов Она уже не будет так значительно Как мы видим, можем наблюдать из графиков Ну, а к типу гидры можно также отнести и многолетних растений Нет, но человек, наверное, имеет такое кривое выживание В связи с тем, что... В связи с развитием медицины сейчас, да? Ну, вот тут вот возникает вопрос К какому типу кривых отнести, например, человека? Да, вот... Вопрос этот возникает Ну, вообще, вот, когда мы говорим Безусловно, вот эти три кривых Они частично, конечно же, условны Например, даже Поначалу, даже для млекопитающих Можно насчитать Семь типов кривых выживания Если более детально это смотреть Ну, а если мы говорим для человека То здесь, конечно, мы построим разные кривые Начнем, безусловно, с развитых стран Ну, если говорить о том Кто у нас лидер по продолжительности жизни Это, естественно, Япония, Дания, Норвегия Там продолжительность жизни составляет Ну, в среднем порядка 80 лет И, безусловно, вот эта кривая Характерна как раз для этих стран То есть мы можем назвать Что в развитых странах В большинстве высокоразвитых стран Для них характерна кривая первого типа Если мы берем другие страны То тут уже возникают трудности Ну, например, если мы берем Африку То, конечно, если мы говорим Что вот это обязательно будет для Африки Кривая третьего типа Это тоже будет не совсем верно Но какое-то сходство с третьим типом кривой есть Почему? Большое количество молодежи, детей, которые известны Дело в том, что там очень высокая смертность детей Поэтому, в принципе, мы можем где-то ее на границе так построить Но все-таки кривой третьего типа, безусловно, не совсем бы верно было отнести Что касается России, то тут, наверное, стоит подумать И, может быть, адресовать этот вопрос нашим телезрителям Потому что можно, конечно, теоретически отнести нас Где-то среднее, между второй и первой кривой Да, вот я все-таки смотрю как раз на кривую Гидры И думаю, что как раз, наверное, в 19-17 веке Эта кривая как раз была аналогична тому Ну, аналогичной человеческой кривой Да, безусловно Ну, а сейчас, если мы говорим о России То у нас достаточно тоже небольшая продолжительность жизни Она где-то в целом на 10-15 лет меньше, чем в высокоразвитых странах В то же время, ну, смертность детей у нас, конечно же, значительно меньше Чем в африканских странах Поэтому, конечно, затруднительно сказать, куда бы отнести эту кривую Возможно, я бы отнес между первой и второй кривой Не знаю, как вы согласитесь со мной Ну, наверное, да Или нет Наверное, соглашусь, конечно Так Ну, вот еще бы хотелось Мы посмотрели кривые выживания Охарактеризовали их Ну, можно сказать следующее Что редкий вид организмов у нас выживает до максимального возраста Но все-таки, чтобы иметь какую-то точку отчета Да и, в принципе, из-за большого интереса Можно все-таки интересно было бы узнать А какой максимальный возраст у организмов И где, например, находится человек В этом так называемом рейтинге возрастов Ну, если мы говорим про растения То знаем, да, что существуют однолетние растения Которых продолжительность жизни из названия вытекает один год Двухлетники тоже два года Ну, многолетники, соответственно, много лет Например, виноград Он может прожить 80-100 лет Яблоня 200 Дуб 1200 И кипарист 3000 лет А если мы зададимся вопросом Кто же лидер у нас среди долгожителей Явный лидер среди вообще в мире То на этот вопрос И вообще сколько может прожить живой организм? Аня, как вы думаете? Ну, вот максимум Ну, мне кажется, что лидеры среди живых организмов Если мы... Мы говорим о растениях или о животных? Вообще среди всех живых организмов Ну, мне кажется, что это различные поэкилотермные организмы Которые не имеют настолько интенсивного обмена веществ Которые имеются в гомоэтерных организмах Ну и сколько вот максимум, как вы думаете, может прожить живой организм? Тысяч пять? Нет, вы знаете, дело в том, что опять-таки максимум вы имеете в виду биологический максимум Или потому что организм не доживает до своей биологического До своей смерти Ну, я думаю, что все-таки биологический максимум Из-за, допустим, каких-то определенных хищников Но я думаю, мне кажется, что какие-нибудь гомоэтер... Наоборот, поэкилотермные животные Они могут достигать где-то 150 лет Абсолютно верно Но начнем мы, наверное, все-таки... Сначала мы расскажем про растения В 1951 году в Калифорнии В районе Белых гор, где выпадает всего 250 миллиметров осадков Была обнаружена роща из остистых сосен И возраст 17 деревьев превышал 4000 лет Причем некоторые из них имели возраст 4600-4800 лет И есть такая версия, что остистая сосна, в принципе, может дожить до 6000 лет Также очень долго живет секвой дендрон гигантский Который у нас обитает в Калифорнии Его возраст тоже может быть порядка 3-5 тысяч лет То есть, безусловно, растения лидеры среди долгожителей Ну и особенно долгожительством, естественно, отличаются голосеменные Ну да, голосеменные Если мы перейдем к живым организмам, уже непосредственно к животным То тут, конечно, цифры более меньше Интересно, что даже среди некоторых видов, одного вида Существует варьирование по продолжительности жизни Например, для некоторых видов инфузории, которые питаются обильно Если они питались обильно, они прожили всего 2 месяца В то время как при скудном питании они могли прожить до 10 лет Вот тут, наверное, стоит вспомнить поговорку о питании для человека Да, как вы думаете, что не ешь много? Да, я еще хочу сказать, что инфузория – это одноклеточные простейшие Одноклеточные животные простейшие, обитающие в водной среде Вот очень интересный пример вы, конечно, привели Это может быть связано с, допустим, какими-нибудь химическими веществами Которые выделяют инфузория Да, возможно Или с обменными процессами, да? Наверное Это с одной стороны С другой стороны, если мы посмотрим по, например, другим животным Сколько они живут То можем сказать, что, например, малая лягушка живет 20 лет А жаба – 36 Гигантская саламандра может дожить до 50 лет Аллигатор – около 60 лет Интересно сравнить, что, допустим, лягушка по размерам близка непосредственно к кому? Ну, к различным грызунам, к мышкам и так далее И мышц только не живут То есть, вот видите, разница между пойкилотермным и гомоитерным животным Да, безусловно Вот, например, та же землеройка То есть, преимущество обмена веществ Землеройка, например, живет 2 года А мышь – ну, около 3 лет Вот белая крыса, например, 4 года А морская свинка может дожить лет до 7 Вот как раз мы, пример, приводили землеройка на той лекции Да, потому что она не имеет такой Она все время активна, вне зависимости от времени суток Да, и периоды бодрствования Через некоторое время переходит в период сна Да, то есть, вне зависимости от времени суток Потому что у нее достаточно интенсивный обмен веществ К чему это привело? К тому, что у нее сократились все годы жизни До 2 лет Да, безусловно Если мы дальше пройдемся по млекопитающим То увидим, что кролик может прожить 12 лет Овца – 15 Собака максимум может дожить только до 24 лет А корова – до 30 В то же время лев доживает до 35 лет А зебра – до 38 А такое громадное животное, как гиппопотам Максимум может прожить 49 лет Ну, а человек Человек в среднем живет 60-80 лет Максимум тут, наверное, тоже сложно дать Около 100 лет Потому что, так как человек является биосоциальным видом То на продолжительность жизни еще оказывают Не только какие-то биологические факторы То есть, биологический возраст Но еще непосредственно оказывают влияние И сильное влияние И различные такие факторы, как стресс Ань, а как вот вы думаете Сколько максимум может прожить птица? Вообще, птицы долго живут? Большинство птиц? Опять-таки, в зависимости от уровня обмена веществ Мне кажется, где-то от 3 лет А калибри, по-моему, нектарницы и калибри Да, с очень интенсивным обменом веществ Они живут, по-моему, не больше года А в основном, мне кажется, где-то 10 лет 10-15 лет И, может быть, до сотни некоторые птицы Например, такие, как попугай Да, вы правы Большинство птиц отличается не очень большой продолжительностью жизни Например, ласточка живет всего лишь 9 лет Скворец 19 А полярная крачка 27 лет Домашний голубь, ну, живет все-таки значительно 35 лет А вот лидерами по долгожительству среди птиц Как и неудивительно, считаются лебеди Они могут прожить до 150-170 лет А попугаем отдано второе место 120-140 лет И вот такая не очень приятная птица, как гриф Может прожить 117 лет Это вот среди птиц Так сказать, долгожители Но общее возрасте у них все равно меньше, чем получается Да, безусловно, меньше Даже млекопитающих Лебеди, грифы и попугаи Скорее исключение Ну, а если мы говорим про животных конкретно То лидером является гигантская слоновая черепаха Из Индийского океана Она доживает до 200-300 лет Как это не удивительно Но крокодилы могут тоже дожить до 300 лет Да, это действительно очень интересно Особенно интересно, как вычисляется этот возраст Ну, очень часто возраст вычисляется по жизни животных в неволе Например, шимпанзе доживает до 39 лет Рысь и барсы живут 15-20 лет Левы около 30 А медведи около 50 А что касается черепах, которые живут 300 лет Вот интересно, каким образом идет отчисление их возраста Да, нужно подумать То есть, исходя из всего этого, мы видим Что, к сожалению, человек здесь достаточно скромное место занимает В этом рейтинге Вы согласны? Ну да, это и есть плата за интенсивный обмен веществ Способность к поддержанию своей постоянной температуры тела Но, с другой стороны, представим На что бы была похожа популяция человека Если мы так же, как и сосны, жили бы 5000 лет Наверное, ресурсов бы на нашей планете не осталось бы вообще Ну, я думаю, что здесь как раз была бы сильная Сильная смертность в детском периоде Поэтому немногие даже доживали бы до такого возраста А потом, немногие бы имели такую умственную активность Как сейчас это имеется у человека Но все-таки хотелось бы вернуться к структуре популяции Это, конечно, все, что вы рассказали Это очень интересно Еще раз хотела бы напомнить, что на той лекции мы с вами проходили Возрастной и половой структуры популяции А сейчас хотелось бы коснуться пространственной структуры популяции Так как она тоже является одной из важнейших характеристик Дело сейчас в том, что занимаемая популяция пространства Предоставляет ей средства к жизни Каждая территория может прокормить Лишь ограниченное количество особей При этом важно не только количество особей на данной территории То есть количество особей популяции Но еще сама структура этой популяции То есть количество участков, которые могут предоставить пищу, убежище Ну, вот это тоже является очень... То есть однородность или неоднородность территориям Как распределяются особи по данной территории? Распределяться они могут быть Они могут равномерно Но это скорее как исключение. Либо различным способом неравномерно. Равномерно, это можно в качестве примера привести заросли какого-нибудь одного растения. То есть такое равномерное распределение по территории. Заросли крапивы. Крапива, как правило, одна не растет. Она растет, как правило, с малиной. Тоже можно сказать, что растет достаточно равномерно. Либо неравномерное распределение. Но неравномерное, опять-таки, это связано с неоднородностью занимаемого пространства. И кроме того, что занимаемое пространство неоднородно, еще неравномерное связано с биологией видов. Например, у растений, которые размножаются семенами, семена образуются и могут падать рядом непосредственно с материнским организмом, тем самым увеличивая их количество. Получается такая неравномерность. Здесь образуется куртинка из новых растений. Где-то вдалеке этого нет. Ну, либо, допустим, если растение многолетнее, то, опять-таки, вокруг старого растения могут образовываться различные новые побеги. У животных это неравномерно связано с так называемым групповым поведением. Или, в общем-то, при семейном образе жизни, при образовании стаи, колонии, при концентрации для размножения или перезимовки. Неравномерное размещение членов популяции может проявляться в двух крайних вариантах. Это первое, диффузное, либо случайное распределение особей популяции по территории. Ну, допустим, в качестве примера можно привести, например, каких-нибудь мучных хрущиков, живущих в однородной для них среде, так скажем, где-то там вот, в зерновых хранилищах. Либо непосредственно резко выраженная мозаичность. Ну, в данном случае, опять-таки, можно в качестве примера привести колонию грачей. То есть, здесь вот есть колония, опять-таки, нет. И опять, через некоторое расстояние, опять-таки, колония новая появляется, да? Которая располагается, как правило, вблизи скромовой базы. Так вот, такое распределение возможно в пространстве непосредственно особей, популяции в пространстве. Ну, надо сказать, что в каждом случае особи распределяются в пространстве в зависимости от тех условий, в которые им предоставляет непосредственно среда. Поэтому среди, допустим, мозаичного диффузного распределения возможны различные варианты. Животные, благодаря их подвижности, их территориальные отношения могут быть разнообразны. Возможно, сидячие животные, да? Это, например, животные, те же самые водные актинии. Либо, допустим, устрицели и медиа. Вот очень интересно, что когда у устрицели и медиа появляется личинка, вот личинка у них плавающая, она прикрепляется с помощью различных химических веществ, которые выделяют... она находит своих представителей той же самой популяции с помощью химических веществ, которые выделяются этими организмами. И она, вот эта вот личинка, прикрепляется к поверхности грунта, где находится популяция, на определенном расстоянии. И даже там померено это расстояние. Но если, допустим, личинка... Если, допустим, рядом с популяцией устриц есть другие популяции, то есть она может прикрепиться на особь другого вида, невзирая на это расстояние, то есть, допустим, приближаясь к этому организму, к этой особи. Либо, собственно говоря, даже на нем. То есть среди своих она соблюдает территориальность, а то, значит, с конкурентами она борется таким вот образом. Интересно. Ну, для высших животных свойственно особое территориальное поведение. По типу использования пространства животных можно разделить на оседлах и непосредственно кочевых животных. Для оседлах животных, естественно, большой плюс – это то, что они обитают на хорошо знакомом для них территории. Но минус – это угроза при массовом размножении, иногда такое бывает, угроза быстрого истощения кормовой базы. Наверное, оседлые животные, они все-таки менее распространены, да? Вот они меньше могут занять площадь, соответственно, популяция у них сильно возрастать не сможет. На самом деле, к оседлам, например, могут относиться различные мышки, хомячки, то есть это различные грузуны, и их действительно, их количество может в определенные сезоны сильно возрасти. И это может привести к различным нехорошим последствиям, в том числе и к тому, что эти мышки или какие-нибудь, ну, понятно, какие-то грузуны, они, в общем-то, просто съедят весь урожай, который был предназначен, естественно, для человека. Итак, значит, действительно хорошо знакомая территория. Даже когда проводили ряд экспериментов, проводили это следующим образом. Например, значит, пускали хомячков в какую-то определенную комнату и давали им некоторое время на то, чтобы они осмотрелись в этой комнате. Затем впускали сову туда. Ну, сова каких-то находила хомячков, каких-то не находила. Сделали эксперимент, немножко изменили. Допустим, впускали хомячков, вслед за них через буквально несколько минут впускали сову. И сова, естественно, быстрее ловила тех... Их ловила быстрее. То есть именно тех хомячков, которые не успели освоиться вот с данной конкретной ситуацией. То есть это вот дает возможность... То есть аритация в пространстве, она защищает от хищников. Да, то есть хорошо знакомая территория дает возможность какой-то определенной защиты от хищников. Например, если мы говорим о кочевых животных, то здесь, естественно, они сбиваются в различные стаи, стада и так далее. В первую очередь для того, чтобы защититься от хищных животных, от хищников. Так, но территория про непосредственно оседлых животных мы с вами говорили. И, например, свойственно каким-то определенным образом территориальное поведение. То есть, опять-таки, ограниченное пространство, в котором обитают данные животные, они свою территорию метят. Ну, метят определенными выделениями, которые... Это может быть моча, как, например, лемуры или различные кошачьи. А лемуры очень просто. Они смазывают, например, свои подошвы ног непосредственно, опять-таки, вот этим выделением мочи, таким образом помечая территорию, потому что, естественно, они передвигаются. Вот. И... Также можно метить территорию с помощью различных желез, выделения желез, да, вот, железа, которые выделяют определенные вещества, способные вот пометить территорию. То есть, здесь находимся мы, и сюда лучше вступать нельзя. Что самое интересное, что если на данную территорию проникнет какой-то чужак, ну, допустим, представитель другой популяции, то тут, возможно, следующие варианты. Возможно, какая-то либо прямая агрессия, да, то есть, начнет каким-то образом бегать за ним. Да. Вот. Либо, допустим, возможно, какие-то определенные угрожающие позы. Но, как правило, животные очень редко вступают вот в такую вот открытую борьбу друг с другом, потому что это невыгодно ни жертве, ни непосредственно, невыгодно ни, как бы, невыгодно обеим сторонам, потому что они пострадают в результате всего этого. Вот вы говорили о пространственной структуре. Да. А вот этологическая структура, вот этология, такое какое-то слово непонятное, это, наверное, значит, поведение? Да, это поведение. Вот. Но все-таки я хотела бы закончить с пространственной структуры, потому что непосредственно вот кочевые животные, как раз, которые сбиваются в различные стаи, стаи, колонии, они не зависят от запасов корма на этой территории, да, потому что, естественно, перемещается одну территорию на другую, но здесь увеличивается вероятность их гибели от различных хищников, что является очень нехорошо для этих животных. И они каким-то образом от этого пытаются спасаться. Так, ну мы говорили об этологической структуре, мы говорили о пространственной структуре популяции, да, и сейчас нужно перейти к этологической, то есть это, ну это, скажем, поведение животных. Ну и какие бывают типы этологической структуры? Типы этологической структуры бывают одиночный образ жизни, семейный образ жизни, колонии, стаи и стада. Так, ну мы, наверное, начнем с одиночного образа жизни, да, но тут нужно сказать, что в любом случае, то есть тогда, когда организм большинство, большое количество времени, да, проводит один, то есть сам по себе, сам по себе, но обязательно на какие-то определенные стадии жизни цикла он образует пару, потому что каждый организм должен выполнить очень важную для него функцию, функцию размножения. И, как правило, для этого они образуют различные пары, это бывает и у непосредственно насекомых, как правило, да, очень часто в качестве примера можно провести. Да, безусловно. Ну, наверное, вот семейный образ жизни, он для большинства видов все-таки более такой продвинутый, потому что, ну, из слова семейный понятно, да, что при семейном образе жизни усиливается взаимосвязь между родителями и потомством. Ну, простейший такой вид взаимосвязи – это забота одного из родителей о, например, об отложенных яйцах и так далее. Ну, например, среди земноводных мраморная амбистома откладывает яйца в ямке во влажной лесной подстилке и остается их сторожить. Ну, семейный образ жизни тоже можно разделить, когда, например, заботится о потомстве один из родителей, отец или мать, либо заботятся оба. Вот, ну, а более крупное объединение животных – это стаи, стада, колонии. И наиболее стаи – это, в общем-то, такое временное объединение, колония – это, в общем-то, так скажем, достаточно тоже временное объединение. А от стада иногда бывает достаточно структурированная вещь, достаточно структурированное объединение, где у нас бывают непосредственно мужаки, которые могут подчинять себе окружающих организмов и выполнять функцию, скажем, доминирующих организмов. Да, безусловно. То есть это все более крупные группировки. Ну а теперь, наверное, давайте дадим определение, что вызывает возрастание плотности популяций. А вызывает следующее. Стресс особей, который приводит к резкому сокращению рождаемости и повышению смертности. Усиление миграции особей из основного места обитания в другие, где условия менее благоприятны. И изменение генетического состава популяции и замену быстро размножающегося генотипа, медленно размножающимся, или генотипам особей, склонных к миграции. Так, ну, наверное, это можно показать на различных графиках, да? Да. Демонстрирующих популяционную динамику. Выделяют три типа динамики популяции, и сейчас мы сможем их увидеть графически. Итак, перед вами один из типов динамики популяции – стабильный. Ну, стабильный тип динамики мы сразу видим из определения, что численность меняется незначительно. Период колебаний численности в амплитуде 10-20 лет, что достаточно много. Ну, и вы сразу, наверное, наши дорогие телезрители догадались, что в основном это крупные животные, ну, например, слоны, большая часть млекопитающих, которые еще и отличаются большой продолжительностью жизни. Второй вид динамики – это лоббильный тип динамики, что значит изменчивый. Он характерен для менее крупных животных, ну, например, крупные грузуны, и они отличаются меньшей продолжительностью жизни – 10-15 лет. И амплитуда их колебаний укладывается в 5-11 лет, и численность, мы сможем видеть из графика, меняется, в принципе, достаточно значительно, в десятки раз. Мне кажется, здесь возможны взрывы численности, о которых мы с вами говорили, да? Да, абсолютно верно. И, наконец, третий тип динамики – это эфемерный тип, что означает взрывной. Такой тип динамики характерен для недолго живущих видов, не более трех лет обычно. Ну, и вы сами догадались, что это в основном насекомые, ну, и мелкие грузуны. И о численности саранчи, которая у нас в больших количествах постоянно представляет бедствия для наших сельскохозяйственных угодий, наверное, наши телезрители наслышаны. Да, и, соответственно, этот тип динамики, он достаточно нестабильный. Изменения, колоссальные изменения численности могут происходить в течение одного сезона. То есть, все зависит от экологических факторов, от их действия на организм. Да, и, наверное, стоит сказать сейчас, в самом конце у нас, о том, что такое гомеостаз популяции. Потому что гомеостаз популяции – это поддержание оптимальное в данных условиях численности. Это действительно очень, собственно говоря, важно, так как это именно с помощью каких-то определенных механизмов, которые регулируются численность популяции. То есть, не дает возможности это переходить, взрываться, так скажем. Популяционный гомеостаз состоит из трех механизмов. Поддержание адаптации пространственной структуры, поддержание генетической структуры и регуляция плотности населения. Так, ну что здесь можно сказать по этому поводу? Это все три типа механизмов, которые включены непосредственно в то, чтобы численность организма не была никаким образом нарушена. То есть, регуляция плотности населения, опять-таки, включаются различные механизмы. Когда наступает изменение численности в результате различных причин, включаются внутренние механизмы. Например, известно, что, допустим, когда происходит взрыв численности леммингов, грузины такие, у них рождается на пике большое количество самок, которые не могут дать потомство, бесплодных самок. Взрастает агрессивно среди самок и самцов. То есть, это все приводит к тому, что популяция сама по себе начинает регулировать численность. Но кроме этого, естественно, исчезает у них кормовая база в связи с их огромным количеством. И через некоторое время часть и часть особей этой популяции снимается с этого места и переходит в другое место, а часть остается и, в общем-то, она погибает. Потому что, опять-таки, пищевых ресурсов очень и очень ограничены. То есть, это вот вкратце гомеостазия популяции. Ну что ж, дорогие телезрители, время нашей лекции стекло. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.